Всем привет! С вами Хостик на канале Михо, и я сегодня покажу, как проходится соло данж Балдеры, храм Балдеры, ну и вообще, что здесь нас ожидает. Ну, чтобы вы не пугались, на 60-м левеле, имея квестовый эквип, можно легко соло его пройти. Я уже некоторые вещи отсюда выбросил. Ну, к примеру, для чего вообще проходится, чтобы получить вещи. К примеру, у меня была серьга Феникса, которая давала 172 защиты. Здесь дают 582. Аватар оружия, которая давала 4000, с чем-то здесь дают 6000. И, например, перчатки, которых было, как и здесь, 600-700 брони, стало 1500. Ну, в общем, конечно, здесь кристаллики. Очень полезно сюда ходить и собирать шмотки. Ну, здесь падает только голда, 60 уровня, который в дальнейшем понадобится на заточку. Правда, я пока еще не уверен, можно ли ими тащиться, так как они привязаны сразу к персонажу. Но, если нельзя, то ничего страшного не будет. Я уже буду убивать с пушкой, но разницы я не вижу. То есть, примерно так же убивается этот босс и без пушки, которая у меня сейчас есть. Попадаться не стоит. Правда, он все равно мне ничего не наносит. Вот я сейчас первый раз иду со шмотками, которые я выбил данжи. И могу сказать пока одно, что намного реже криты идут. То есть, аватар оружие, чем оно хорошо, то, что оно дает шанс критануть. По мобам ниже 59 уровня. У меня криты не проходят. Сейчас, по идее, босс идет. Я уже его удалил, чтобы не мешалось. И вот у меня за все время ни одного крита не прошло, как мы видим. Что очень печально. Мне надо будет поменять кристаллики. Но дамаг намного больше стал. Вот крит первый раз прошел. Раньше со спины этот крит... Этим скиллом я критовал где-то на 25к. Сейчас я бью... Простой атакой на... Ой, сейчас я бью с лица критом на 49к. Да, то есть, ну... Разница, конечно, очевидна. Это я всего лишь получил... Всего лишь получил пушку. Которая стала сильнее. Мне дали кольцо. Которое дает больше атаки. Намного на тысячу станет больше атаки. У меня здесь критическим уроном бонус. Но я не думаю, что это прям вот так нужно. Ну, и сразу удалим. Сохраним этот билд. И нам нужен... О, нет, прям... Все, сейчас... Вот. Все абсолютно я заменил. Практически уже. Пушку выставлю. Так. И здесь мы... Поставим вот такие кристаллики. Против босса. У меня есть один такой. И много таких кристаллов. Мы этот сохраним. Да. Надо в банк отправить. Поскольку первый босс показал, что я критую очень мало. Поэтому я оставил один кристалл. На всякий случай. Здесь есть NPC, которые устанавливают. Валькеран победит! КП и бодрость. Дальше нам нужно пройти лабиринт. На карте мы не видим, куда идти. На карте ничего не видно. Но... Я вот покажу. Сначала поручим направо. Чуть вот сюда. И вот здесь есть проходик. Я уже проходил его дважды. И здесь все время было закрыто. И третий раз закрыт. Нам говорят, что только вот этот босс... Только этого босса надо убивать. Здесь вот трех боссов мы будем убивать. И со всех трех что-то падает обязательно. Но я не видел такого, чтобы не падало. Здесь нам нужно... Монстров убить. Мы их вот так собираем аккуратно. Ну, аккуратно я собираю их освоимо. Нежно оббегая вокруг всех. У них большие какие-то деревяшки в руках. Прямо погоним у тени. И... Теперь... Ну вот по ним криты идут, например. Да? Ну, значит, чтобы фармить боссов с той пушкой, которая у меня есть сейчас, мне нужен, скорее всего, будет свиток на шанс крита. Не на силу крита, а на шанс. Сейчас у меня тригенится, и я второго босса буду убивать. Защитник садок. Кошмар. Лагре. Он довольно простой. Большая сложность здесь составляет как раз... Вот эти деревья, под которые попадаться не стоит. Да, ну, это тоже не сложно. Мы просто вот так обходим. Эти деревья же самого босса тоже встанет. Можно использовать эту возможность, чтобы нанести удар. Или... Не знаю, что-нибудь другим занят. Мне за спину вставать вообще бессмысленно, но на этом боссе это можно сделать. Это не помешает. Нужно не забывать про деревья. Потому что если они напали на тебя, то, скорее всего, ты труп. Они просто тебя прокидывают очень-очень много раз, и сделать ничего не можешь. Этот босс простой. Он прыгает вперед-назад, и так далее. Единственный скилл вот этот сложный, крутится вокруг себя. Но... В принципе, это не важно. Вот здесь можно вот так, например, отойти. Ну вот, с него первый раз мне ничего не дропнулось. До этого мне с него падали перчатки и ботинки. Кстати, я забыл кольцо надеть. Этот сет я еще не сохранил с кольцом. Отлично. А, я не поменял раскладочку, поэтому я так долго убивал. Снова лагает. Когда меняю ракушки, хотя, в принципе, даже чуть больше сейчас играю. Ракушки. Скоро, эти, кристаллы. Я вошел в клан. Ну, какой-то клан, чтобы на мероприятие ходить. Он вроде топовый. И, чтобы было поинтереснее играть, скажем так. Вот, здесь мы бьем босса тоже. Здесь сложность вот в этих шариках. Они стреляют туда, где ты находился в момент выстрела. То есть, вот они выстрелят в меня. Если я просто немножечко отойду, то... Они, соответственно, дохватят уже. Они, соответственно, промажут. Ну, наверное, стоило все-таки криты использовать против босса. Ну, может быть, и не стоило. Если вы пойдете в харду, в дальнейшем я отдельно покажу, потому что харда сложная. Эти шарики летают быстрее, сильнее бьют. И, в общем, под них лучше не попадаться. Ну, вот, здесь мы просто заходим за спину. И за спину он не кидает ничего. Ну, вот, здесь мы просто заходим за спину. Да, и осталось немножечко опыта. Так, ну, с моим армором вообще не наносится мне урон. В принципе, с тем, что было, тот же не наносится урон. То есть, это квестовый шмот из, вот, сейчас покажу, какой локации. Здесь дропы с него самого нет, но есть из этого сундука. Мы его убиваем. И из него дропаются разные вот такие итемы. Да, посмотрим, что он дает. 80 штук меняются на вот такую корзину с бельем. Белье на все случаи с жизнью. Вот. Из этого дропается какая-нибудь золотая шмотка. Скорее всего, все время на вас. Да, вот, меня дважды упали... А у меня сначала упала броня, потом упал диск, и вот третий раз мне падают башмаки. Их точить нельзя. Ну, они очень много дают ПДФ. И теперь вот у меня максимальный ПДФ, который можно получить на 60-ом в соло, я как понимаю. Ну, еще можно поменить колечко, и все. Здесь также падают неплохие вот наключения ХП 4000. Сейчас мы везде поменяем. Так, ну да, самое главное, я забыл сказать, где находится эта локация, если вы пойдете. Это единственный данж 60-го уровня, который можно пройти соло. Больше 60-ых соло данжей пока, по крайней мере, нет. Мы используем зеркало и попадаем наружу. Мы попадаем наружу, но это... Где эта локация находится? Она находится вот здесь. Район Веритас. Город находится сам вот тут. Мы должны вот так пробежать. Тут через птичек. И вот здесь находится данж. Также здесь находятся еще 3-2 данжа вот этих, да. Вход в замок чудес и вход в каналы. Я не был никогда там, но когда буду, я обязательно запишу. Спасибо, что смотрели мой мини-гайд об этом соло данжике на 60-й уровень. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет еще много видео, которые помогут с игрой Терры, если вы в нее не играли, у вас есть вопросы. Всем до следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok